В центре Сызрани, на оживленном перекрестке, горожан переводили через дорогу завязанными глазами. В Международный день Белой Трости волонтеры из Дома молодежных организаций предложили простым прохожим испытать на себе чувства, которые испытывают незрячие люди. Хочется помочь таким людям, уделить им внимание, то, что мы неравнодушны, и то, что мы видим их, и то, что мы знаем, что они есть. Простая повязка всего на минуту делала человека незрячим. А дальше неуверенная походка и даже нежелание шагать в неизвестность. Под руки с волонтерами по пешеходному переходу согласились пройти всего несколько сызранцев. Многие испытали страх, хотя говорили, что всегда готовы перевести через проезжую часть человека слепого. Конечно, жалко их ограничить, но все равно это ограниченные возможности, и нужно им помогать всяческими способами, финансово, на операции помогать. Перекресток выбрали с интенсивным движением транспорта. Так что за безопасностью эксперимента следили сотрудники ГИБДД. Более получаса водители уступали дорогу и терпеливо ждали, когда закончится акция. Вот так вот чаще организовывать нужно, чтобы было получше. Чтобы мы себя чувствовали, что мы действительно нужны, что о нас действительно думают, о нас действительно пытаются нам чем-то помочь. Организаторами столь необычного мероприятия стали сотрудники управления социальной защиты населения. Сегодня в Сызрине проживают около 300 человек с нарушением зрения. Цель этой акции, чтобы сказать общественности о том, что с нами проживают такие люди с нарушением зрения, чтобы обратить внимание на их потребности, на их нужды и оказать необходимую им помощь. Проблемы незрячих людей в этот день обсудили и за круглым столом в управлении соцзащиты. Там собрались специалисты центра занятости, медики, правоохранители, представители городского отдела транспорта и местные организации Всероссийского общества слепых. Среди них выдающиеся спортсмены, мастера прикладного искусства и юная талантливая вокалистка Анастасия Гинкул. Это звездный миг, провел на часах, но об этом лишь знают в небесах. Беспрепятственный доступ к любым учреждениям, транспорту, культурным объектам, собравшиеся говорили, необходимо приложить много усилий, чтобы инвалиды по зрению могли наравне со всеми участвовать в общественной жизни Сызрани. И тут незрячим людям без активной помощи зрячих не обойтись. Анатолий Волошинский, Игорь Шиянов, Вести детально.